Затем я подумал, а как насчет того, что за пределами науки и физики? Метафизика? Силикинез? Знаете, что это такое? Да. Двигать предметы, не касаясь их. Было так много людей, которые в это верили. И я подумал, Жак, почему бы тебе не проверить это? Я читал про одного парня по имени Невспомненно, вскидку. Ну ладно. Астоя. Астоя. Да, Астоя. А он был, по-моему, из Индии. Он утверждал, что не пользуется телефоном, потому как обладает силой телепатии. Он сказал, что никогда в жизни не пользовался телефоном, потому что всегда может прочитать любые мысли. Я подумал, если он на это способен, к черту науку, зачем я себе зад надрываю, трачу столько времени. Я и еще 10 моих товарищей привезли его из Индии в Америку. Я сказал, сэр, если вы прочитаете мои мысли хоть один раз, я буду кричать об этом с самых высоких колоколин и всем об этом рассказывать. Он ответил, да, я все время это делаю. Тогда я уточнил. Для чтения моих мыслей вам нужна полнолуния, вам нужны особые условия. Он ответил, нет, в любое время. Я спросил, хотите, чтобы я встал лицом на восток или на запад, я хотел дать ему идеальные условия. Он ответил, нет, просто думайте о чем-нибудь. Я спросил, а если я подумаю о технике? Он ответил, что ж, я не передам это в ваших терминах, но смогу описать происходящее. Я согласился. Но перед этим я заметил, как он работал с другими. Он разговаривал с женщиной 78 лет. И он говорит, у вас в семье кто-то скончался, либо три месяца назад, либо за последние три года. У вас в семье всегда кто-то умирает, когда вам 78. Мне показалось, что он работал с вероятностями. Понимаете? Астоя работал с вероятностями. Но это еще не значит, что он не может читать мысли, но и доказать не может. Дайте я расскажу, что я сделал. Я представил себе маленького белого мышонка, который съедал слона, при этом не увеличивался в размерах и выходил из здания. Если телепатия существует, если бы он рассказал мне это, тогда я убежден. Но он ничего не смог ответить. Я подумал, может, просто в этот раз не сработало, может, он все-таки способен на это. Тогда я представил себе двуручную металлическую пилу, знаете такую? У нее две ноги, и она входит в лес вот так. А дерево замечает ее и разрезает пилу пополам. Это вне вероятности, понимаете? Если бы он смог, тогда телепатия есть. Но он не смог. Он вообще ни одной моей мысли не прочитал. Зато у него получилось, когда подошла молодая девушка. Есть всего шесть волнующих тем или около того. Почему у меня меньше свиданий, чем у моей сестры, понимаете? И он выдавал типичную историю, но мысли он так по-настоящему и не прочитал. Он все-таки работал с вероятностями. Когда девушка наклонялась вперед, он был на верном пути. А когда отклонялась, он сменял тему. Позже я встретил еще одну пару, утверждавшую, что они читают мысли каждый день. Я пригласил их к себе домой. Я попросил их продемонстрировать свои способности. Мужчина согласился. Он сказал, полистайте свои собственные книги и найдите шесть или семь или десять киноактеров или десять президентов. Он сказал, и даже не произносите эти имена, просто покажите пальцем. Я указал на Милларда Филмара. Это была моя первая встреча с этим парнем. Он сказал, а теперь позвоните в Англию мистеру Тракмару. Слышали эту историю? Я позвонил мистеру Тракмару в Англию. Он сказал, я вижу президента с пучками волос на щеках. Его имя Миллард Филмар. Тогда я указал на киноактера. По-моему, это был Гарри Грант, если слышали о нем. Я указал на имя, а тот позвоните в Нью-Джерси Смитсону. Я позвонил ему. Он сказал, я вижу высокого худого актера, англичанина по имени Гарри Грант. Сразу же. Это было лучшее из того, что я видел к тому моменту. Вот как это работает. Перед тем, как заняться исследованием этих случаев, я прочел все, что мог о телепатии в шоу-бизнесе. Сотни книг в библиотеке. Вы можете найти их в обществе иллюзионистов. Вы некомпетентны, как исследователь, если не изучите сам предмет в первую очередь. И вот что я узнал. У него был друг в Англии по имени Тракмар, у которого был список. Если вы спросили мистера Смита, это означало Гарри Грант. Джонсон означал такого-то актера. Они угадывали президентов, исходя из того имени, по которому вы к ним обращались. Вы поняли или нет? Кстати, хочу рассказать вам кое-что. У меня был друг, инженер. И он сказал, в Калифорнии живет преподобная Мэй Тейлор, у которой есть церковь, именуемая Церковь Живых Мертвецов. Это название такое, я не придумал. Она рассказывала о каждом в зале. Ваш сын погиб в автокатастрофе 8 февраля. Не пропускала никого из присутствующих. Я отправился в ту церковь, потому что если это правда, тогда моя система ограничена. Я не отметился в гостевой книге. При входе в ней пишут свое имя. Такая книга есть у многих телепатов и предсказателей. Как только вы отметились, вас просят присесть. А сами уходят проверить, есть ли у них что-нибудь на вас. Если порыться в архиве в небольшом городке, ваш брат погиб в автомобильной катастрофе 4 февраля. Они переписывают себе данные из архива. И когда вы приходите, вас просят отметиться в книге. И в ту же минуту бегут посмотреть, есть ли у них на вас информация. Просто хотел вам объяснить, почему. Я не отметился в гостевой книге, и она сказала про каждого в церкви, но перескочила через меня. Но это не доказывало, что она не способна на это. Тогда я попросил 10 своих друзей пойти в ту церковь, сесть, порознь, но не отмечаться в гостевой книге. Я хотел проверить, все ли по-настоящему. И она перескочила через всех десятерых. Какой вывод я мог сделать? Понимаете? Преподобная Мэй Телор сделала на этом миллионы. Мне не понравилось то, что я увидел. Тот парень, который меня туда отправил, был искренним, но он не знал, как это делается. Однажды на мой семинар пришли два священника. И они сказали мне, «Жак, проблема в том, что ты хочешь работать только с материальным миром. Но ведь есть вещи и за гранью материального мира». В Палм-Спрингс, в Калифорнии, жила одна женщина, которая обладала, по их словам, способностью телекинеза. Могла двигать предметы, не касаясь их. И я сказал, «Позвоните ей и попросите, могу ли я приехать?» Священники согласились. Они позвонили ей, и она ответила «Да». Я сказал, «Спросите ее, смогу ли я все осмотреть во время сеанса? Потому что я очень хочу убедиться, правда ли это. Я еду туда не как скептик, желающий кого-то разоблачить. Я просто хочу знать». Он ответил, «Конечно». Я посетил городской архив, прежде чем пошел к ней домой. Ее муж был фокусником-иллюзионистом. Он умер 10 лет назад. Обычные люди будут навещать вас какое-то время. Но если у вас умерла жена, то через год к вам будут ходить гораздо меньше, по статистике. Что ж, я пришел к ней. Она приняла меня очень тепло и любезно. На стол она поставила большую вазу, и та начала двигаться прямо при свете дня. Никаких нитей, ничего. У меня с собой была перьевая ручка. Я поднес ее к столу, и она застучала с частотой 60 Гц. Я снял со стола облицовку и обнаружил там зуммер, закрепленный вверх ногами на четырех резиновых подкладках. Стол был идеально отполирован и слегка наклонен. Я позвал отец Дан, отец Дэмси, идите, посмотрите. Она мне, ты, сукин сын, пошел вон отсюда. Я сказал, я не враг вам. Но если рассказывать детям, которые пришли к вам сегодня, что у вас сверхспособности, они не будут работать над проблемами. Видите ли, если молиться и надеяться, что пойдет дождь, если стоит засуха, необходимо вырыть растительный канал, чтобы растения не погибли. Итак, я сказал ей, я не враг вам. Я понимаю, почему вы этим занимаетесь. К вам приходят люди. Вы одиноки. Но показывая это, вы завоевываете одобрение и признание. Она обняла меня, и мы снова были друзьями. Но я не хотел ее уничтожить. Я продолжал исследовать метафизические явления, как только мог. Левитацию, ауру. Я до сих пор так ничего и не нашел. Не считая случая, в одной религиозной книге у одного парня на голове светился ореол, чему было много свидетелей. У меня была и другая книга. Аномалии и курьезы в медицине. Существуют кожные заболевания с люминесценцией. Вы когда-нибудь видели люминесцирующие волны? Да. И люминесценция в воде. Да. Так вот, эти кожные заболевания излучают свет. А все думали, что они святые. Они просто были некомпетентны, как наблюдатели. Многое из этого начало отпадать, уходить в прошлое. Спрашивают, «Откуда вы знаете, что нет настоящих людей, которые чувствуют и видят то, что другие не могут?» Тогда я спрашиваю их. Приходит ко мне как-то человек и говорит, «Я состою в новом высокообразованном сообществе, высшее сознание». Я спросил, «Что это такое? Мы люди, которые в своем развитии далеко превзошли обычных людей». Я спросил, «Вы один из них?» Он ответил, «Да». «Вы член сообщества высшее сознание?» Он сказал, «Да». Я спросил, «Где у вас почки?» А я не уверен. Я спросил, «Как быстро течет кровь в ваших венах и артериях?» Я не знаю этого. Я спросил, «Что вы имеете в виду высшее сознание?» «Если это никак не проверить, как тогда узнать, что означает высшее сознание?» Я-то знаю, что он имеет в виду, но сам он нет. Так вот, я отправился в Тринидад, поскольку прочел в одной книге, что они ходят по раскаленным углям благодаря своему особому состоянию сознания. Я подумал, «Ух ты! А вдруг это и в самом деле? Мясо ведь на огне поджаривается». Если можно войти в такое состояние сознания и ходить по раскаленным углям, я хочу знать о нем. Я отправился в Тринидад, потому что там была индийская колония, о которой я читал, что они ходят по раскаленным углям. Я отправился туда, и они действительно жгут угли, пока тени превращаются в залу. Белый пепел толщиной полтора дюйма. И они не ходят по раскаленным углям. Они быстро пробегают по пеплу. По рыхлой золе. Я прошел по тем же углям. Затем один парень подошел ко мне с длинной иглой, иглой для вязания, оттянул пальцами кожу и проткнул насквозь, и лицо тоже. И говорит, «Я не чувствую боли. Со мной там был друг врач». Я сказал, «Парень утверждает, что может управлять частотой своего пульса, может ускорить или замедлить одной силой мысли». Врач проверил. И говорит, «Действительно». Поискав, я нашел у парня под мышкой пробковый шар, зажимая шар, он ослаблял свой пульс. И я сказал, «Смотри, док». А он, «Вот дела». Я и не заметил. Я сказал, «Я знаю». Вот так это делается. Понимаете? Прежде чем пытаться исследовать что-либо, прочитайте все, что сможете. Соберите информацию, потому что именно информация — это то, что ближе к действительности. технология для меня это расширение человеческих характеристик. Без микроскопа не увидеть, как выглядят вещи на самом деле. Вы можете увидеть их только такими, какими их воспринимают ваши рецепторы. Но через микроскоп, когда я впервые посмотрел через микроскоп, то, что казалось гладким, выглядело как гористая местность. Я спросил, «Да какая же она?» Он добавил увеличение и стало похоже на щепки. Тогда я спросил, «Да, но на самом деле это какая?» Он ответил, «Это глупо, вопрос зависит от твоих рецепторов. Через электронный микроскоп видно, как частицы постоянно движутся». Я думал, что искал истину. Он сказал, «Нельзя увидеть истину. Вокруг нас радиоволны, которые мы не видим. Миллиарды бактерий на столе, которых не видно». Он сказал, «Некоторые люди ищут истину. Они искренни, но их технические познания сильно ограничены». Мой лексикон начал меняться, как и мое отношение к поискам истины. Чтобы найти истину, надо знать абсолютно все, чтобы отличать, что правда, что нет. Это звучало нелепо. Я встречал многих людей, прочитал уйму статей. Одна девушка уже почти села в самолет, ей тогда было около 16 лет. Она сказала, что что-то ей помешало, она не знала, что. Но она не села в тот самолет, а он разбился при взлете. И 150 человек погибли. А она сказала, «Иисус спас меня». И она собиралась выступить с речью в Голливудской Пресвитерианской церкви. Это было 40 лет назад. И я приехал туда. Она рассказывала собравшимся, как Иисус спас ее, обо всех чувствах, охвативших ее. И все говорили, «Аминь, благослови Тебя, Господь». Тогда я подошел прямо к кафедре, я не был членом этой церкви. И я сказал, «Он не захотел Тебя, он выбрал Тех 150». Я лишь хотел показать им, что эта девушка была эгоцентричной. И я подождал у церкви, чтобы посмотреть, тронуло ли это кого-нибудь. И они жали мне руку, говорили мне, «Так жаль, я ведь раньше тоже так думал». Их взгляды поменялись. Я не хотел, чтобы, как если бы четверо ваших детей погибли в автокатастрофе, один выжил, а мать сказала, «Иисус спас его». Суть в том, где он сидел в машине по отношению к точке удара, понимаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!